Начнем, пожалуй, сразу с кухни-гостиной. Ее нам удалось объединить. И основная идея этой квартиры была разделить приватную зону и общественную зону. Сразу было понятно, что планировка-застройщика нас не устраивает, потому что был достаточно большой коридор Кишка. По-моему, квадратов 17 он занимал. И это примерно 20% площади квартиры. Вы только подумайте. Мы сразу же демонтировали все стенки. И была задача объединить кухню с гостиной. И нам очень повезло, что стенка, которая их разделяла, оказалась ненесущей, то есть немонолитной. Многие об этом при покупке квартиры не думают и потом сталкиваются с проблемой, что они не могут объединить. Затем выстроили вот такую гардеробную-хозблок. И по новой сконфигурировали гостевой санузел. В итоге получилось так, как и должно быть при идеальной планировке. Приватная зона, в которую вошли спальня, ванная комната, гардеробный кабинет, тире взрослая детская, отделена от общественной. А общественная зона получилась с большой кухней-гостиной. Вся планировка сделана таким образом, что у нас не образуется никаких внешних углов. То есть все помещения правильной формы. Соответственно, и коридор мы отделили. Ведь это очень важно. Например, когда к вам приходит курьер или доставщик пиццы. Для его глаз квартира становится недоступна. Как вы уже заметили, мы изменили конфигурацию гостевого санузла. Теперь вход не как был изначально. И когда ты посещаешь гостевой санузел, и через грязную зону потом идешь, то есть разносишь весь песок, грязь. Теперь вход не через грязную зону, теперь он отсюда. И, соответственно, мы не могли здесь выстроить стенку, потому что мы бы нарушили мокрые зоны. То есть стенка у нас заканчивается здесь, а здесь мы выстроили нишу для шкафа. И теперь вход в гостевой санузел через фасад этого шкафа, соответственно. Плюс удалось нам получить два дополнительных места хранения под всякую химию, пемолюксы, туалетную бумагу, ну и все, что обычно хранится в хозблоках. Ну здесь уже тоже потолки монтируют, здесь будет закарнизная подсветка, плюс сам профиль черный, и полочка для самой подсветки, она тоже выкрашена в черный, то есть это порошковая краска, сразу все заказано. Но это уже на финише тоже все покажем. Когда у вас гости в кухне-гостиной находятся, они видят, по сути, только одну дверь. Вот эту они ее видят не сразу, потому что дверь скрытого монтажа, то есть гости не понимают, что у вас там. У них складывается впечатление, что они попали в студию, и все. Вот что у вас там, это чисто личная ваша жизнь. А так как дверь у нас скрытый, соответственно, у нас и скрытый плинтус. Про скрытый плинтус мы записывали отдельное видео, она получила очень хороший отклик, обязательно его посмотрите. Ссылку мы оставим в описании, либо в закрепленном комментарии. Вы в нем разобрали способы монтажа и стоимость данного решения. Интересное решение – это двери 2,30, то есть понятно, что если есть финансы, их можно сделать в потолок, если это уместно, но обычно все берут 2-метровые. Мы на всю квартиру взяли 2,30, высота полотна, и на 5 дверей, то есть у нас разница в КП на 2-метровые и в КП на 2,30 было 15 тысяч на все двери. Ну, то есть в рамках ремонта целесообразнее добавить 15 тысяч и получить вот такой результат. Так как мы мест для хранения в квартире предусмотрели достаточное количество, ТВ-зону нужно было тоже как-то обыгрывать, стеллажи, рейки, мы ничего не хотели, поэтому мы решили сделать вот такую поножку. Из слэба опять мы не могли сделать, потому что это не в рамках бюджета, и мы это делали из эталоновской плитки 120 на 60. Вот геометрию мы сами определили, и вот интересный момент, что вот здесь у нас 2 плитки горизонтально, и у нас образуется горизонтальный шов. Вот так как у нас у телевизора диагональ 55 дюймов, этот горизонтальный шов закроется, то есть телевизор полностью перекрывает, и будет ощущение большой цельной плитки. Во всей квартире 2 основных цвета, это серый кашемир и серый диамант, и это не цвета краски от производителя, это цвета егеровской палитры. То есть что мы взяли? Мы взяли цвета мебели, которые нам понравились. У каждого цвета мебели есть в НСС, и по этому НСС мы заколировали всю краску на всей квартире. Обычно просто делают там мебель, потом делают выкрасы, привозят их на квартиру, нравится, не нравится, пытаются попасть в тон. Это достаточно сложно. Мы сразу отталкиваемся от НСС мебели. Радиаторы мы поменяли на вертикальные, потому что застройщики были белые и стрёмные, и мало того, что они стрёмные, они еще и стояли вот как-то так. Сейчас фотку вам покажем. И, соответственно, окна тоже мы выкрасили в черный цвет. В квартире у нас 6 окон, и вышло это что-то в районе 50 тысяч рублей за все окна. Но это достаточно бюджетно. И нам очень повезло, что двери в кухне-гостиной, они практически в пол. То есть достаточно много света у нас получается. И очень важный момент, что всю мебель мы расположили перпендикулярно окнам. Чтобы естественный свет беспрепятственно проникал в клуб помещения и освещал все рабочие зоны. То есть, когда вы готовите, едите или читаете книгу, вы никогда не будете создавать себе тень. Еще вот вам расскажу, в инстаграме я показывал, когда мы штукатурим, мы сразу делаем шторный карман. То есть мы штукатурим сразу этот участок стены, чтобы потом не думать, как его обыграть. Выемку делаем для скрытого плинтуса и штукатурим такой шторный карман. И за карнизной ниши все шторные карманы мы сразу выкрашиваем в цвет стен. То есть это как бы дает некую глубину. Но, в общем, это лучше, чем просто белым там или как-то их красить. И здесь шторы будут подсвечиваться еще дополнительно. Ну, покажем вам это в реализации. Историю этого объекта можно посмотреть у нас в инстаграм по хэштегу там дом на Блюхера, что-то такое. Сам дизайн можно посмотреть в инстаграме инкбюро. Вот по хэштегу тоже вот сейчас проиллюстрируем вам. Обязательно подписывайтесь, следите за нами. Нам очень приятно. И мы рады каждому новому подписчику и всегда рады вашим вопросам. Как вы уже увидели, все стены упакованы. Здесь сейчас монтируются потолки. Пол уже уложен. Здесь на полу кварцвинил. Пол уложен будет практически до самого конца. Когда приедет устанавливать мебель, мы просто вырезаем участки под мебель, ставим мебель и уже после того, как все готово, соответственно, весь пол снимается. Сам пол был уже сделан до малярных работ, потому что у нас здесь скрытый плинтус. И до дверей межкомнатных, чтобы мы пол, соответственно, под все межкомнатные коробки могли завести. Так как пол замковый. Если у вас клеевой пол, то, в принципе, можно это сделать после установки дверных коробок. Здесь у нас есть основная входная дверь. И обычно мы делаем дополнительно вторую межкомнатную дверь, которую выкрашиваем в тот же цвет, что и коридор. Если бы вдруг у нас было так, что коридор это и есть кухня-гостиная, у тебя не создается ощущение, что там лестничная площадка. Ну и как дополнительная шумоизоляция, очень хорошее решение. Вот, кстати, серый диамант. Здесь он виден, потому что все стены упакованы. Вот, и по сути, здесь вот встанет мебель. Здесь будет шкаф с зеркалом и с вешалкой. И он выполнен точно в таком же цвете. Здесь внизу у нас слаботочный щит. То есть здесь будут расположены все блоки питания от всех светодиодных лент, которые будут в квартире, в кухне, закарнизные подсветки, подсветка штор и так далее. То есть всегда можно будет обслуживать без проблем. А, ну еще в гардеробной будет. Достаточно много световых линий. И все это мы спрячем в шкафу. Все заранее продумано. И щиток, по-моему, мы тоже тут переносили. Он был, по-моему, вот здесь, если не ошибаюсь. Но стараемся все комбинировать в одном месте. Здесь будет кухонный остров. Здесь будет прямая кухня. Уголовые кухни мы стараемся не проектировать. Вот здесь обеденный стол на 4 персоны и ТВ-зона. Об этом расскажем уже в финальном обзоре. Пойдем посмотрим, что там. Сейчас мы находимся в спальне. Спальня вся выкрашена в серый кашемир. Плюс вот стена из декоративной штукатурки. Она еще не доделана. Сейчас еще будет финальный слой. Декоративку очень хотели заказчики. Ну, здесь просто встанет шкаф. Здесь встанет кровать. Здесь планировка достаточно ограничена. Потому что у нас два окна и около окон мы ничего не будем ставить. И два радиатора. Вот, момент какой. Здесь были тоже белые радиаторы. Вот самые обычные, самые дешевые, которые делают застройщик. Бюджет, как всегда, у нас ограничен. Поэтому было решение просто их покрасить. Я сам лично их отвозил на покраску. Это красятся все в цеху порошковой краской. Цена вопроса. То есть там, по-моему, у нас все радиаторы. Что-то там может быть 10 тысяч плюс-минус. Точно не помню. Вот. Я думаю, что вы сразу обратили внимание, что у нас нет подоконников. Мы вообще не сторонники подоконников. Я не люблю вот эти ушки, вот эта свисающая там, куча цветов. И в большинстве случаев мы делаем их в цвет стен. Вот. Единственное, что здесь краска обычная. Здесь краска там влагостойкая, более износостойкая. Потому что здесь откос. Все-таки будет там напыление и так далее. Какое-то механическое воздействие. По поводу вот электрики. Здесь вся электрика Schneider Electric. Серия Atlas Concorde. Черная. Вот. В принципе, это самый такой экономный вариант из черных. Но мне на самом деле нравится. Хоть он и дешевый, но чуть звонкий, конечно, мог бы помягче быть. Но приятно тактильно. И при ограниченном бюджете это самое лучшее из того, что мы смогли найти. Да, про гардероб особо сейчас рассказывать не буду. Дима здесь делает. Монтирует потолки. Не будем ему мешать. Пойдем с вами в ванну. Здесь вся плитка эталоновская. Квариловая ванна. Велирой бог. Мы вообще их ставим на все объекты. Есть Oberon 1, Oberon 2. Ну, сами посмотрите. То есть у них реально четкая геометрия. Проблем с примыканием ванны к плитке никаких не возникает. Потому что у плитки четкая геометрия. У ванны четкая геометрия. И вот такой вот красивый минималистичный шов получается. Здесь уже есть ступенька. То есть если вы в ванной там что-то делаете, вы никогда пальцами не бьетесь. Ну и там ревизионный люк. Сейчас он не доделан. Все, сантехника здесь строенная. Здесь будет большое зеркало в потолок. Вот. Ну, раковина здесь заказная. Раковина тоже мы выкрашиваем по NCS. Здесь будет искусственная раковина со стеклянными фасадами. Вот. Соответственно, здесь у нас тоже серый кашемир. Самая проблема это примыкание плитки с краской. То есть часто используется на узлах плитку с краской. И стыкуют их как-то, как-то. Там либо акрилит, либо силиконит. Не знаю. Ну, в общем, реально не очень смотрится. Мы делаем это вот через такой теневой профиль. Вот. И получается, как будто у нас объем. Как будто эта стенка отдельная. И мы это делаем не только по краям. Мы это делаем еще внизу. Смотрится очень объемно. Прикольно. Здесь, когда встанут сами фасады, фасады тоже не будут прям вплотную примыкать к стене. То есть у них будет щель точно такая же, как и здесь. Это обычный, кстати, Г-образный черный уголок. Да. Здесь, соответственно, будут три фасада. Вот. Здесь уже почти финишная делка. Здесь у нас на стенке теплый пол. То есть здесь не хватает двух рычков. Кто смотрел, кто не смотрел, обязательно посмотрите видео про, как мы монтируем мат теплого пола в стену. Сколько это стоит и так далее. Единственный момент. Вот Schneider Electric, который Atlas Concorde, у них нет регуляторов черного цвета. То есть регуляторы отдельно. Посмотрите, есть у Schneider еще там пару серий, у которых есть. Сейчас уже не помню. Вот. У них есть в одной линейке полностью сами регуляторы. Ну, один, соответственно, регулятор на теплый пол на полу, один регулятор на стене. Вот. На стене обычно у нас там 40 градусов. Чтобы высушить полотенце на полу, нам там 28 хватает. Просто, чтобы плитка была не холодной. Это у нас транзитная зона. Здесь вот мы просто к сиомерски светильник делаем. Там, по-моему, что-то до 2000 рублей он стоит. Он на датчик движения срабатывает. То есть ночью, когда вы пошли там или вечером обходите. У вас есть и включение, и выключение. Также вы можете его оставить на датчик движения. Вот. Но достаточно удобно, потому что дверей много. И у каждой двери невозможно расположить выключатель. А бегать из угла в угол, ну, как бы нецелесообразно. Там, по сути, у нас полугостевая, полукабинет. Про нее особо ничего рассказывать не будем. Когда уже там обставим в обзоре и вам покажем.